Украина – страна чудес и парадоксов. Во всем остальном мире главной задачей профессиональных дипломатов является упрочение добрососедских отношений с другими странами, налаживание с ними взаимовыгодных контактов, улаживание спорных вопросов. Тем не менее представители Министерства иностранных дел на залежный раз за разом умудряются не только встревать в скандалы и нелепые ситуации, но и сами создают их с удручающей регулярностью. Одним из флагманов на данном направлении является Андрей Мельник, представляющий официальный Киев в Германии. Не так давно он совершил очередной громкий демарш, который может иметь весьма неприятные последствия для украинско-немецких отношений, а по большому счету далеко не только для них. Страсти по крымской платформе. Упомянутая высшая инициатива в последнее время является одним из любимых детищ не только украинского МИД, но и офиса президента страны, из недр которого она, собственно говоря, и выпорхнула. Межфракционное объединение депутатов с одноименным названием уже создано и в парламенте незалежной. Входящие в него народные избранники тоже рвутся поучаствовать в деоккупации полуострова, ради которой все, в конечном итоге, и затевается. Позволю себе напомнить, что впервые платформенную инициативу Владимир Зеленский озвучил во время своего визита в Турцию, без которой, по его собственным словам, невозможно решить ни один вопрос в Черноморском регионе. Такой откровенный прогиб был по достоинству оценен Реджепом Эрдоганом, который в последующем совместном с украинским коллегой заявлении, идею Крымской платформы, вроде бы поддержал. На этом, по большому счету, успехи Киева в продвижении достаточно сомнительного проекта с совершенно непонятным статусом и конкретными задачами, и закончились. Привлечь к нему собирались США, Канаду, Британию и, конечно же, страны Европейского Союза. Но из последних о своей горячей поддержке нового начинания заявила пока что одна Литва. Еще одна Черноморская держава. Ну, эти даже хлорку кушать побегут, если им кто-то скажет, что русским такое не понравится. Что-то там насчет готовности участвовать, вроде бы, мямлили Словакия и Молдова. Но это не точно пока, да и, опять-таки, калибр не тот. Зеленский в свое время утверждал, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель чуть ли не рыдал у него на груди от чувств, которые нахлынули на него при разговоре о крымской платформе. Да-да, обещал поддержать и всячески содействовать. И точка. По словам первой заместительницы главы украинского МИД имени Джипар, ответственной за новый проект, Евросоюз ищет формат для сотрудничества. Но найти пока не может. Наверное, закатил государство, реально что-то значащее в Европе, отнюдь не торопится подключаться к инициативе Киева по целому ряду очень серьезных причин. Во-первых, тут, конечно же, играет роль четкая и однозначная позиция России, предельно конкретно озвученная голосом отечественного МИД Марии Захаровой. По ее словам, крымская платформа абсолютно нелегитимна и несет в себе угрозу агрессии. А, следовательно, действия любых стран, подключившихся к ее работе, в Москве будут считать не просто недружественными, а прямо направленными на посягательство на территориальную целостность России. С такими вещами не шутят, и в серьезных странах, в отличие от Литвы это понимают. Во-вторых, та же Франция, скорее всего, ни в коем случае не будет присоединяться к формату, где одной из основных движущихся сил выступает Турция с ее неосманскими замашками. В Киеве то ли не понимают, что Анкара имеет на Крым свои планы и виды, пока что в открытую не озвучиваемые, то ли делают вид, что не понимают. В Париже или тех же Афинах это осознают прекрасно, и потому никакую платформу поддерживать и не подумают. Что до Германии, то там скорее преобладает первая из мотивов. У них Северный поток-2 на уме, а не Крым. Именно такое положение вещей и вызвало предельное неудовольствие и самую настоящую вспышку агрессии со стороны украинского посла в этой стране. В своей колонке для немецкого издания Berliner Zeitung, этот гений дипломатии заявил, что положить конец оккупации Крыма, это ни много ни мало, а моральный долг Германии. Вот так вот. Откуда долг взялся? Да все очень просто. Пан Мельник припомнил Берлину имперский колониализм и нацистскую тиранию, которая оставила кровавое наследие в украинском Крыму. А также весьма многозначительно заявил, что тогдашнее зверство сегодня надо еще проработать. И вот с этими пассажами посла стоит разобраться детально. Это мы не проходили. Вообще говоря, положение карьерного дипломата, да еще и весьма высокого ранга, как бы по определению подразумевает наличие у его носителя, если не высокого интеллекта, то как минимум определенного уровня общей эрудиции. И уж тем более, знание предметов специальных. Тем не менее складывается впечатление, что ни историю, ни политическую географию в академиях, выпускающих в свет украинских послов, не проходят. Или проходят мимо таковых, не дав слушателям знаний даже в объеме программы средней школы. Андрей Мельник пеняет немцам, на страницах немецкой же газеты, на то, что они, оказывается, на протяжении прошлого столетия дважды оккупировали Крым военными средствами. То есть в виду имеется не только Великое Отечественное, но и ввод на полуостров германских войск в 1918 году, который был осуществлен, кстати говоря, по согласованию с тогдашним незалежным правительством Киева. Однако Мельник берется утверждать, что чистый колониализм немцев, которые носились с нелепой идеей создания в Крыму отдельного государства для своих колонистов, не дал осуществиться объединению Украины с Крымом еще в 1918 году. А раз так, то Берлин обязан исповедать свою историческую ответственность перед Украиной, и сделать он это должен путем решительных и мужественных действий, направленных на то, чтобы прекратить варварство Путина и вырвать из его когтей полуостров. По твердому убеждению посла, Германия должна не турбины Сименс в Крым поставлять, это он ей тоже припомнил, а употребить все свои политические и экономические инструменты, чтобы, объединившись с новым американским правительством, с настоящей трансатлантической жесткостью противостоять Кремлю. Что мы видим перед собой в данном случае? Да, согласен, психиатрию чистейшей воды. Однако продолжим обсуждение, сделав допущение, что посол Мельник вменяем, по меркам украинских дипломатов, как минимум. В таком случае, налицо кричащее грубейшее нарушение всех канонов, законов и правил дипломатической этики, сколько их не существует в нашем мире. Дипломат публично и печатно позволяет себе не просто выступать с огульными обвинениями в адрес страны пребывания, он поучает ее, выдвигает ей ультимативные требования и пытается к чему-то принудить. Более того, при этом истина и историческая достоверность коверкаются им самым, что ни на есть безжалостным образом. Какой, скажите на милость, исторический долг может быть у Германии перед Украиной за Крым, если в оба периода его немецкой оккупации полуостров не имел к Украине никакого отношения. Ни к той пародии на государство, которое существовало в 1918 году, ни к у СССР, которая была частью Советского Союза во время Великой Отечественной. Предъявлять какие-либо претензии в данном случае имеет право одна лишь только Россия, которая является официальной правоприемницей СССР и в состав которой Крым входил ранее, за исключением достаточно краткого исторического промежутка, входит сейчас и будет входить всегда. Никто не отрицает фактов нацистских зверств на его территории, однако творились они на всех оккупированных землях СССР. Впрочем, для пана Мельника, то ли в силу его совершенно альтернативной одаренности, то ли из-за колоссальных пробелов в образовании, такого понятия как Советский Союз не существует вовсе. Помнится, он в свое время обрушился с совершенно истерическими претензиями на Франка Вальтера Штайнмайера, президента Германии за то, что тот посмел заявить о недопустимости конфронтации Берлина с Москвой, напомнив, что подобного рода ошибка уже обошлась обеим странам в колоссальные жертвы Великой Отечественной войны. Мельника взбесила то, что Штайнмайер, по его мнению, повторяет нарративы российской пропаганды о том, что в той войне пострадали только русские, а не кается перед Украиной. То, что немецкий лидер вполне конкретно говорил о народе СССР, несомненно имея в виду как русских, так и белорусов с украинцами, а также представителей прочих народов, его населявших, горе-дипломат в упор не услышал. Штайнмайер был, опять-таки, гласно и публично, обвиненным в цинизме, потворстве Москве и абсолютном искажении истории. Заодно посол потребовал возвести отдельный мемориал украинским жертвам нацизма. Да не где-нибудь, а в Берлине. По какой причине после этого Андрей Мельник не вылетел из Германии, как пробка из бутылки, лично для меня совершенно непостижимо. Воистину, таинствен сумрачный тефтонский гений. Кстати, надо сказать, что это далеко не первая подобная выходка дипломата-скандалиста. Правда, ранее он пытался строить в основном немецких историков, поучая их, как правильно надобно трактовать голодомор и любить Бандеру. Очевидно, войдя во вкус, Мельник решил приняться за инстанции повыше. Право, не удивлюсь, если в следующий раз, когда ему что-то не понравится, этот деятель устроит дебош где-нибудь в Бундистаге, а то и в кабинете канцлера. Напоследок, нельзя не сказать вот о чем. Требуя от немцев какого-то покаяния и твердя им о каком-то там долге за нацистские преступления, Украина продолжает героизировать нацистских же пособников и коллаборантов из числа вождей собственных националистов времен Великой Отечественной. При этом никакие претензии на сей счет в Киеве, Львове, других местах и слышать не хотят. Так, когда посол Израиля на Украине Джаэль Леон выступил с протестом против присвоения городскому стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича, которого справедливо считают преступником как в Тель-Авиве, так и в Варшаве, МИД Украины ответил совершенно по-хамски. Послу посоветовали не совать нос не в свое дело и заниматься улучшением отношений между странами, а не портить их. Странно, что подобных инструкций из штаб-квартиры своего ведомства не получает Андрей Мельник. Очевидно, на Украине считают, что законы и правила писаны для дипломатов исключительно всех прочих стран, а не их собственной.